Привет, армия! Сегодня на повестке дня у нас необычная и интересная тема. Как мы все знаем, 3 августа 2015 года отныне отмечается День Воздушно-Космических Сил России, которые были образованы в результате слияния войск ВВС, войск ПВО и противоракетной обороны а также космических сил и средств. Космос. Человечество давно стремилось к звездам, ведь ничто не исключает, что Земля – мельчайшая ячейка жизни во Вселенной. В определенной степени космическое господство, пусть даже и околоорбитальное, дает человечеству ощутимую степень свободы, а также перспективную возможность развития своего превосходства. Применение спутников перевернуло понимание о современной войне. Система, GPS и GLONASS давно заполонили мир и существуют отныне как неотделимая структура общества, а так как современное общество поделено на подсистемы, называемые государствами. Соответственно, эти подсистемы борются за право выживания и лидерство в текущем мировом укладе. Вероятно, сегодня между государствами стоит острая проблема борьбы за космическое пространство. При всем при этом, недостаточно вывести лишь армию в космос, нужно наладить ее снабжение инвентарем, припасами и боеприпасами, а также необходимым разведывательным оборудованием для дальнего космоса. На данный момент МКС – это все, что есть у человечества в космосе. Станция включает модули автономного проживания, энергосистему и необходимые стыковочные модули. Согласитесь, этого не хватит, чтобы наладить космическую инфраструктуру. А потому единственным путем становления и развития в космическом пространстве человека является деятельность коммерческих подразделений. Именно они будут обеспечивать впоследствии космическую связь, коммуникацию и транспортировку населения. Об одной из таких перспективных компаний я и хотел бы вам поведать сегодня. Не хотел бы, чтобы после моей речи вы называли меня не патриотом. Но мне кажется, что нужно отдавать дань настоящим успехам, а не каким-то фантомным идеям и бредням. Итак, знакомьтесь, компания Blue Origin. Она начала свою деятельность в 2012 году и уже активно презентовала свою новую технологию на рынке космической индустрии. Дело в том, что рациональная коммерческая деятельность невозможна при нерациональном использовании имеющихся ресурсов. В данном случае Blue Origin пошла в том направлении, в котором нужно идти. Вторичное использование. Или, другими словами, технология многоразовых ракет. Суть технологии проста. Есть большой двигательный отсек, который поднимает капсулу с полезным грузом, либо экипажем на высоту, то есть в космическое пространство. После чего капсула может отделяться, чтобы решать собственные задачи в космосе. Модель экономического развития компания определила как космический туризм. Ну и, конечно же, цены там не для всех. В будущем, возможно, даукомплектация системы реактивными двигателями. С целью позволить ей маневрировать в космическом пространстве. На данный момент система рассчитана так, что капсула, побыв в нескольких каменов в космическом пространстве, под действием гравитации вновь входит в атмосферу и осуществляет посадку с помощью специальных парашютов. Сразу могу сказать, что такая схема намного более экономична, чем существующая с отделяемыми ступенями. Так как единственная ступень возвращается на базу и в автоматическом режиме осуществляет посадку. Благодаря именно этой функции ее можно использовать повторно. Да-да, кто-то мне сейчас скажет, что повторно можно было использовать и шаттл, и буран. Но, друзья, у этих кораблей также были ракеты-носители, поэтому я сразу предупрежу вас от заблуждений. Помимо груза и экипажа, капсула может доставлять на орбиту полезный груз в виде спутников, провианта, топлива и прочих необходимых радостей жизни. Вот вам и готовая система для войск обеспечения ВКС. Настоящих войск, которые могут дать отпор в космосе, а не просто формально присутствовать на орбите. Однако, развитие космического туризма и подставок еще настолько далеко от идеала, что можно предположить, что возникновение реально опасной космической силы затянется. Лет эдак на 50. Так что же там с компанией Blue Origin? Дело в том, что 2 апреля 2016 года компания уже в третий раз использовала для полета в космос уже побывавшую там дважды ракету. Ракета New Shepard поднялась на высоту 103 километра, после чего осуществила успешную вертикальную посадку на стартовую площадку. О третьем запуске корабля компания объявила за день до проведения испытаний. Космический аппарат без экипажа поднялся на высоту более 100 километров с помощью двигателя BE-3. Перезапуск двигателя состоялся на высоте 1 километра. Также компания испытала капсулу, в которой было размещено оборудование для проведения двух научных экспериментов в условиях низкой гравитации. Капсула успешно отделилась от New Shepard и опустилась на Землю при помощи парашюта. Кроме Blue Origin, над проблемой повторного использования ракет работает SpaceX. В декабре 2015 года компании удалось посадить на Землю после использования первой ступени ракеты, которая доставила на орбиту полезный груз. Стоит отметить разницу между двумя компаниями. SpaceX в первую очередь ориентирована на доставку грузов в космос, в то время как Blue Origin намерена специализироваться на космическом туризме. И то, и другое нам просто необходимо. В данном контексте я не говорю про Россию. Я говорю про Землю и ее население в целом. Развитие космических войск и их снабжения отведут от Земли большую часть трудовых и финансовых ресурсов, что автоматически создаст потребность в новых рабочих местах, а следовательно ситуация с безработицей во всем мире существенно улучшится. При этом нам стоит понимать, что космос не потерпит пренебрежительного отношения и безграмотности. А посему, в свою очередь, специализированное образование будет являться огромным плюсом для вновь возникших работодателей. Для вас, мои дорогие зрители, я подготовил специальную нарезку лучших кадров запуска ракеты New Shepard. Можете немного расслабиться и помедитировать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом все, дорогие друзья. Если вам есть что сказать, оставляйте свои комментарии. Если согласны с моим мнением, то смело ставьте лайк. Если же, конечно, нет, то можете кинуть и дизу. Мнение каждого из вас важно для меня. Спасибо, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, дамы и господа.